Добрый вечер, доктор Закер. Меня зовут Джель. Я работаю в Эмиратском Интернациональном Банке. Мой вопрос к вам. В каких религиях говорится о пришествии пророка Мухаммада, да богословит его Аллах и приветствует, помимо ислама и христианства? Сестра спросила, какие религии, кроме ислама и христианства, говорят о пришествии пророка Мухаммада, мир ему? Сестра, помимо ислама и христианства, большинство религий, которые пришли до ислама, большинство, если не все, пророчествовали о пришествии последнего и заключительного посланника пророка Мухаммада, мир ему? Я уже подробно говорил в своей лекции на тему Мухаммад и мир ему в различных религиозных писаниях. Помимо христианства, о пророке Мухаммаде, мир ему, также упоминается в иудаизме. О нем говорится в книге Второзакония, глава 18, стихи 18-19, и в книге Исаии, глава 29, стих 12, и в книге Песни Соломона, глава 5, стих 16. Это в Ветхом Завете Иудеев. А в Новом Завете Христиан о нем упомянуто в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 16, и в Евангелии от Иоанна, глава 15, стих 26, и в Евангелии от Иоанна, глава 16, стих 7, и в Евангелии от Иоанна, глава 16, стих от 12 по 14. Есть много стихов, которые пророчат о приходе последнего и заключительного посланника пророка Мухаммада, мир ему. Так как твое имя Джель, я полагаю, что ты индуска. Это правильно, сестра? Да. Я также говорил на тему Мухаммад Мирьяму в индуистских писаниях. Я могу рассказывать о нем несколько часов, только то, что касается индуистских писаний. Но время не позволяет мне погружаться в детали. Я дам тебе только ссылки. Если ты читал индуистские писания, они бывают двух типов. Первое — Смрити и второе — Шрути. Шрути означает «слова Бога», они состоят из Вед и Упанишадов. А Смрити — это слова людей. Они состоят из Манусмрити, Рамаяна, Махабхарата и Пурана и других. Если ты прочитал Абхавишия Пурана, то Парва-3, Ханда-3, Атхай-3, шлока от 5 по 8 говорит о пророке Мухаммаде, и да благословит его Аллах и приветствует. Пхавишия Пурана, Парва-3, Ханда-3, Атхай-3, шлока от 10 по 27 говорит о пророке Мухаммаде Мирьяму, как о млечхе. И также он упоминается в Атар-Вавиде, книга 20, хим 21, стихи 6 и 7. И также он упоминается в Атар-Вавиде, книга 20, хим 127, стихи от 1 по 14. И там говорится, что это будет большое событие. И это говорит о пророке Мухаммаде Мирьяма и Богословении Аллаха, что он будет восхваляемым, и у него будет 60 тысяч врагов и так далее. И он также упоминается в Ригведе, книга 1, глава 53, стих 9. И он упоминается как Ахмед, что значит «тот, кто восхваляет Бога». Это и говорится в Уттерчик, мантра номер 1500. И он упоминается в Виндра, глава 2, стих 152. И в Йоджур-Веде, глава 31, стих 18. И он также упоминается в Атар-Вавиде, книга 20, хим 126, стих от 1 по 14. И он назван как Нарашанса. Нар означает «человек» или «личность». А слово «шанса» происходит от слова «прашанса». И значит «восхваленный». То есть «восхваленный человек». Если вы переведете слово Нарашанса на арабский, то это значит «Мухаммад», мир ему и богословение Аллаха. И о нем сказано, как о Мухаммаде, мир ему, в Ригведе, книга 1, глава 13, стих 3. И в Ригведе, книга 10, глава 64, стих 3. И также о нем упоминается в Ригведе, книга 2, глава 3, стих 5. И в Ригведе, книга 5, глава 5, стих 2. И также о нем говорится в Йоджур-Веде, глава 20, стих 37. И в Йоджур-Веде, глава 21, стих 31. Я могу долго продолжать и продолжать упоминать пророчества о Мухаммаде, мир ему, упомянутое в индуистских писаниях. Но из-за ограниченного времени я же трону более детально только одно пророчество. О нем пророчествовали, как о Кальке Аватаре. Это было сказано в Кальке Пурана, глава 2, стих 2, 5, 7, 9, 11, 14. О нем было предсказано, как о Кальке Аватаре. Там говорится, что имя его отца будет Вишну Яш. Вишну означает Бог, а Яш означает раб. То есть раб Бога. Если вы переведете на арабский, то получите Абдуллах. И имя отца пророка Мухаммада, мир ему, было Абдуллах. И имя его матери будет Сумати. Сумати переводится как «безопасность и мир». Если вы переведете на арабский, то получите Амина. И так звали мать пророка Мухаммада, мир ему. И так же сказано, что он родится в городе под названием Шамбала. Шамбала – это значит «место мира и безопасности». Это и есть Мекка. И он родится в доме вождя Шамбала. И он родился в доме Курайшитов. Если вы будете хлопать каждый раз, то вам придется хлопать сотни раз, мася Аллах. И сказано, что он родится 12-го числа. И пророк Мухаммад родился 12-го, рабио уль-ауэль. И сказано, что он будет учителем всего человечества. И мы знаем, что Мухаммад, мир ему, был отправлен как милость для всего человечества. И там сказано, что он получит первое откровение в пещере. И нам известно, что первое откровение пророк Мухаммад получил в пещере Хиро. И там сказано, что он переселится на север и потом вернется. И мы знаем, что пророк Мухаммад, мир ему, переселился из Мекки в Медину и затем вернулся назад. И сказано, что ему будет даровано восемь чудес. И сказано, что ему помогут четыре сподвижника, известные как четыре праведных халифов. И сказано, что ему помогут ангелы на поле битвы. И мы знаем, что пророк Мухаммаду, мир ему, помогали ангелы в битве при Бадре. Я могу перечислять и перечислять то, что говорится о пророке Мухаммаде, мир ему. Так что, если ты индуистка, и ты веришь в священное писание индуизма, ты также обязан верить в последнего и заключительного аватара, последнего и заключительного посланника. В индуизме это пророк Мухаммад, мир ему и богословение Аллаха. Все же, согласно индуизму, люди все еще ожидают последнего аватара. Ты сказала, что последнего аватара все еще ждут? Если ты не можешь узнать кальки аватара, это твоя проблема, не моя. Я перечислил тебе столько сходств. Это ты обязан опровергнуть их. Если ты говоришь, что мое писание говорит, что имя отца пророка будет Вишнуяж, а имя отца пророка Мухаммада, мир ему, не было Вишнуяж, это ты обязан опровергнуть. Все эти пророчества были сделаны основателями индуизма. Индуистские ученые писали об этом. Сейчас индуистские ученые скрывают от вас истину. Ты логичная и умная девушка. Ты работаешь на высоком посту. Твой долг осознать, что твои священники прячут от тебя истину. Я даже могу провести дебаты с вашими священниками. Ты можешь позвать докторов богословия, нет проблем. И знаешь, у меня были дебаты с одним известным индуистским ученым, Шри Шри Равишанкар. Он вообще не был против того, что я говорю. Но он соглашался. Он был согласен с тем, что я говорил о единстве всемогущего Бога, что у Бога нет изображения или идола, и он верил в пророка Мухаммада, мир ему. А то, что он не хочет принимать истину, это потому, что он боялся потерять своих последователей. Сестра, у тебя есть последователи? Тогда тебе не нужно бояться потерять их. И после того, как я дал тебе столько ссылок, я не придумал это от себя. Ты можешь сама проверить и удостовериться. Но после того, как удостоверишься, примешь ли ты последнего и заключительного посланника? Примешь ли ты? Да. Так ты веришь в пророка Мухаммада, мир ему? Да. Ма-ша-алла. Веришь ли ты, что есть только один Бог? Да, верю. Веришь ли ты, что нет ничего подобного всемогущему Богу? Да, я верю. То есть ты веришь, что у всемогущего Бога нет изображения? Да. Веришь ли ты, что Мухаммад, мир ему, посланник Бога? Да, я верю. Тогда ты мусульманка-сестра. То, что ты сказала, это шахада на английском. Хотела бы ты то же самое повторить на арабском, сестра. Ты сказала, что нет иного божества, достойного поклонения, кроме Аллаха. И пророк Мухаммад его посланник. Хотела бы ты повторить это на арабском? Да. Я буду говорить, а ты повторяй за мной. Я буду говорить, что Бог, Бог, и Бог, и Бог, и Бог. Я буду говорить, что Мухаммад, и Бог, и Бог, и Бог. Я буду говорить, что Бог, и Бог. Я буду говорить, что Бог. Маше Аллах, сестра, пусть Аллах наградит тебя. Ты присоединилась к исламской семье, численность которой 1,8 миллиарда людей. Я прошу Аллаха, чтобы он наградил тебя и даровал тебе вечный рай, иншаллах. И поверь мне, сестра, для этого нужна огромная смелость. Я очень рад твоей смелости, сестра. Она гораздо больше, чем у Шри Равишанкера, маше Аллах. Я прошу Аллаха, чтобы он наставил тебя на прямой путь. Если у тебя есть какой-либо вопрос, здесь есть организация в Дубае, и ты можешь пойти туда и исправить неправильное понимание. И чтобы понять ислам, читай Коран и достоверные хадисы, они лучшие доказательства. Если у тебя есть какой-либо вопрос, ты можешь написать письмо на e-mail islam-sobaka-irf.net, и для меня будет честью ответить тебе. Ассаляму алейкум, братья и сестры. Я хотел бы порекомендовать вам очень хороший ютуб-канал под названием «Поистине». На нем наши братья делают хороший политический анализ, обозревают и делают комментарии на важные события. И также у них есть своя новостная лента. Братья и сестры, давайте вместе поможем их каналу развиться. И в этом, иншаллах, будет благо для нашей умы. Прошу, подпишитесь на канал «Поистине». Ссылку я оставлю в закрепленном комментарии. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова